Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Ну хорошо, Пётр, давайте теперь ещё разочек, скажите, пожалуйста, что Вам Поле говорил о последних временах? Что самое главное в этих последних временах? Как себя сохранить? Как спастись? Да. Вот Поле говорил о последних временах так, что эти времена наступят очень тяжёлые. И особенно она уделяла внимание и много раз, чтобы никто не положил печать на руку и чело. Значит, это был самый главный вопрос, что если ты, Петя, положишь печать на руку, то ты никогда не перекрестишься. Если ты положишь печать на лоб, то ты будешь не человек, а подобен безумному покорному животному. Значит, ты будешь управляться, будешь управляться не своим разумом. Разум у тебя совсем не будет. Значит, разум не будет. Дальше. Для этого нужно... Она рассказывала о многом. Для этого, чтобы Вам избежать этих страшных, вот этих, ну, предстоящих событий, первое, она сказала, чтобы Вы были готовы, а для этого нужно иметь знания. А уделяла очень внимание, например, когда Вам не дадут пищи, пенсии, работы, то она мне, и тут были женщины, уделяла внимание, чтобы мы обратились... Обратились к чему? К липовым листочкам, то есть к липе. Она говорила, что отец Серафим питался травкой с ниток, а последним христианам предстоит питаться липовым листком. Для этого, когда Вы увидите, будут сложные условия и тяжелая обстановка, то Вы должны, скажем, ну, в сегодняшний год пока все хорошо, а на будущий год мы увидим, что мы с весны, как только распустится лист, липовый лист, который будет не старый, то мы должны обрезать липу и липовые веточки связывать в венчики и эти венчики сушить. Дальше их надо будет беречь и, ну, и в соответствующих условиях. Когда Вы подойдете к крайне тяжелым условиям, кастрюли у нас пока будут, вода у нас будут, но у нас не будет только хлеба и других продуктов, то Поля говорила, что вот эти венчики, как бы обрывать, с этих венчиков обрывать липовые листочки и закладывать их в кастрюли. В кастрюли. Согласны вот этому действию, но она к этому действию сказала, чтобы Вы готовились, и как можно кто поумнее, кто помрет, а кто живой, то Вы должны побольше читать Богородицу, побольше читать Отчи, Акафисты и все святое. Вот этот липовый листок, он Вам будет во всем помогать. Помогать. Одни люди, которые пославши в вере, то будут, скажем, три дня жить, неделю, десять дней жить и побольше, но которые более сильные и жаждущие хорошо к загробной жизни, знают хорошо небесную радость вот это все, райские обители, хорошо в некоторых книгах описывать, то даже эти люди могут жить подольше, скажем, двадцать пять дней, тридцать пять дней, но это на их будете усмотрение. Об этом будете хорошо знать сама Божья Мать. Но, который слабенький, вот так же она говорила своим родственникам, что когда сложатся тяжкие условия в Москве и в других городах, то у них был родственник, и увы, этот родственник помер, и она им наказывала, приказывала, чтобы у этого родственника купить домик. И вы тогда из Москвы переедете в Захарова. Когда вы переедете в Захарова, вы все это ощутите, испытаете все, то она им говорила, если вы сейчас очень редко ко мне ходите на могилку, а тогда вы будете почаще, скажем, и два раза, и три раза, и до пяти раз будете расходить ко мне на могилку, и будете меня упрашивать, чтобы вам помереть. Тогда я знаю ваш приход, и знаю вашу просьбу, я буду обращаться к Деве Марии и буду ее упрашивать, Деву Марию, что вот родственники, такая-то, такая-то, и такие-такие-то, ходят ко мне, ну и докучают меня, чтобы им умереть. Ну тогда на усмотрение Божьей Матери, как бы сказать, и как бы, ну буду упрашивать, чтобы вы померли. Вот ее слова. Поэтому, поэтому я вас сейчас буду упрашивать, православных христиан, что нам, православным христианам, предстоит в дальнейшем. Будет хорошая жизнь, но надо к этой жизни готовиться. Я, как ее крестник, хорошо помню ее слова, хорошо об этом, и никогда у меня не сходит с головы, из головы не уходит, вот эти страшные слова. Поэтому мы, православные христиане, как она нам приказывала, мне приказывала и другим, то и я вам приказываю и наказываю, что вы это дело хорошо помнили и хорошо осуществили. Если кто может, у кого есть деньги, то я на московских и там санкт-петербургских и других городах, то я вам советую где-то в сельской местности купить домик, в котором, чтобы вы спаслись, который вам нужен для спасения души. Петр, я перебиваю, а Полинка благословляла уезжать из городов, да? Велела, а у них вот, им не велел был продавать. У хозяйки, у которой жила Поля, у них была большая семья, то она Петр Михайловичу и Анастасии Васильевны сказала, накажите, прикажите деткам, чтобы домик свой не продавали. Если вы продадите домик, то она прямо сказала, что Анастасия Васильевна, детки твои не спасутся. Верите, какие будут тяжелые условия для спасения души. Поэтому их родственники, родственники, у Петра Михайловича двоеродный брат умер, то родственники Полины, Полины уже дальние, то купили этот домик. И у них в запасе вот дома 4 туда вперед. И они этот домик берегут для переезда, для вот этого всего. Поэтому к этому надо подойти очень строго. Я вас всех прошу. И она просила, как можно в свободное время больше находиться в молитвах. Больше просить Божьей Матери, угодничков Божьей, чтобы она нас спасла в тяжелые времена. Они хорошо выпустил Акафист, Акафист, Аблаженный Пелагеев, Афиепископ Вениаминов. То мне он очень нравится. А в нем очень все подробно и ясно сказано. Не буду я этот Акафист читать, но Блаженный Пелагеев, прямо скажу, что очень уделял большое внимание духовенство. Любил она духовенство. Любил духовенство, скажем, ну, ко ней много вращались. Ну, скажем, сейчас митрополит Варнава, наш архиепископ Глеб был, этот Брянский, Орловский. Отец архимандрита, схитом архимандрита Иоанн Крестьянки, которые вот в этом домике очень много раз были. И Полис им уделял большое внимание. Вот скажем, когда-то маленьким мальчиком был архимандрит, этот, митрополит Варнава, я забыла, как Володя его был звать, то Поля при всем народе о нем за много лет сказало. Ведь вот были так, как теть Дуню, ее маму плохо почитали и обижали, а у ней был муж священником, священником очень был хорошим, но его арестовали, и он в тюрьме помер. То было Володе два с половиной годика, и она при всех сказала, Володя, подойди ко мне, я благословлю тебя, и ты будешь архиереем. Вот за много лет Поле предсказано. И так он дошел до чина митрополита. Не знаю, не могу точно сказать, но служить он сейчас, а нет? Чебоксар, значит, он служит. Еще что такое вам сказать. В этом вот домике здесь было много чудес, много разных предсказаний, много всем было напутствия, чтобы мы жили с Богом, любили Бога, чтили Бога. И так всем, как сказать, вы будете всем довольны, потому что с Богом, тот еще нам что сказать. Петр, а вот скажите о духовенстве. Как она говорила? Много ли спасутся? Вот слова. Вот при беседе, я вам сейчас скажу, мной был затронут вопрос. Я очень переживал и волновался, волновался о духовенстве. Ну, Господь подобен мне такой беседы с ней. Я задаю ей вопрос. Поля, как могло получиться, что священство, духовенство и богатые распяли Господа? Богатые священники, богатые свергали царя. Что богатые, священники и богатые приведут народ к антихристу. Православные христиане. Я очень любил духовенство, чтил духовенство. И не мог это вообразить. Я был так, как бы сказать, на своем простом языке ошарашен, я это не могу представить картину. Как это все получилось? Значит, через год, может, полтора, я это забыл тему, потом вспомнил. Поля, скажи мне, много духовенства спаслось от распятий до князя Владимира? То ей было сказано, что очень мало духовенства спаслось. Я не спрашивал, почему мало. Значит, я ее боялся, стеснялся, и лишний вопрос ей никогда не задавал. Дальше. Она сказала, что от стой человек спасал здесь человек. Я был в таком потрясающем виде, что мне их так было жалко. Я в это время уже хорошо знал загробную жизнь. Я хорошо знал двадцать мытарств в это время. Спрашиваю Поля. А вот от князя Владимира до свержения царя сколько спаслось духовенство? Она также сказала, от стой человек десять, то есть единицы. Ну, когда она произнесла эти слова, мне настолько было страшно, мне настолько было, значит, я был в таком потрясении, и спрашиваю, зачем они пошли, ну, священники? Что им требовалось до этого, чтобы пойти так? И когда она еще минут через десять-пятнадцать сказала, что пред антихристодуховенством почти все, почти все, почти все ей было сказано три раза православных христианин, я был ни жив, ни мертв, что почти все, значит, от такого великого множества духовенства, а спасется-то очень мало. Позже я узнаю, сколько при царе было духовенства, этих церквей. Ну, и так, значит, от сто семьдесят тысяч духовенства было уничтожено, после революции, скажем, сто пятьдесят, сто шестьдесят тысяч в течение двух лет. Это мне рассказывал наш один писатель Рязанский, но и поле говорила, что православные христиане, что любила на очень священников, но любила опять хороших, любила нам, я не буду вам их перечислять, про которых она говорила, но насколько любого человека и своего, и чужого, если он понимал православную веру и стремился к Богу, к Божьей Матве, к угодникам Божьим, то вы, православные христиане, я не представляю, какая у него была любовь. Много она, скажем, мы сейчас давайте вопрос закинем одно. Раз мы вылезли из стола, и как это ей было сделано, или, ну, я думаю, Божье повеление, значит, она, мы вышли из стола и стали молиться, и она положила неправильно, наложила не все неправильно крестные знамения, то есть она наложила на лоб, на чрево, на правую, на правую раму положила правильно, а на левую раму положила в ямку, и вы, православные христиане, что с ней произошло? Она сразу изменилась в лице. Я подумал, что с ней случился ударчик, что поле сейчас помрет, и в таком она состоянии примерно была минут 10-15. потом я сразу подумал, что она неправильно положила крест, и я думал, что от ней отошла благодать. После, как только она пришла в свое, в свои чувства, православные христиане, как она своей маленькой ручкой, как она била себе по груди, что и просила у Бога прощения, что она неправильно перекрестилась. То есть она положила не на раму, а положила в ямку. Поэтому я обращаюсь ко всем православным христианам. Особенно хорошо об этом пишет кто он? Святитель Тихон Задонский, святитель Иоанн Золотоуст, как мы должны строго подойти к крестным знамениям. Значит, я вам поясню. Складывать и меня самого учил про Тиири Иоанн. Примерно был годочков восемь. Он, как говорил, сложить три пальчика, значит, чтобы были равны, эти прижать, и этими пальчиками с приподнятой головкой, Петя, надо накладывать на лоб, на чрево, на правый раму, на левый раму, чтобы крест был перпендикулярно. Значит, дальше, дальше, опускаем руки, и крест, опускаем руки, и тело, чтобы самое главное, чтобы, когда мы опускаем голову, то тело должно быть параллельно полу, это истинный поясной поклон. Ну, и так, женщин, которые к ней ходили, ну, по-всякому, никто никого не учил, да и жажды не было к учению в это, и стремлении, то многие женщины плохо крестились, и она им, как бы сказать, при беседах делал нотацию, что православные христиане. Одно из бесед, она очень уделила внимание, значит, колено преклонения, и по колено преклонения, кто-то из сидящих неправильно молился колено преклонения. Значит, она показала народу, как правильно молиться на коленях. И, может быть, с кассети возьмите там. Не, не, говорите, говорите. Значит, что, мы первое действие делаем правой ногой или сразу двумя, опускаем колени на пол. Затем мы выбрасываем руки, руки, и на руки мы перед этим мы должны перекрестить, наложить крестное знамение, перекрестить, и на руки накладываем голову. С простёр накладываем голову, как бы руки должны быть вместе, за что она ругала. если руки в порозне находятся, и человек одел земной поклон и головой дотраживается до пола, то научена ругала. Значит, это тяжкий грех. Головой нельзя дотражиться до пола, а только на руки нарожит. на руки дотронь с рукой головой и тут же вставай или молись, периодически накладывай поклон и молись. Значит, у нас в настоящее время очень страшно по всей России, о чём она говорила женщинам и всем нам, что на Троицу и на Духов день, а также на годовые праздники, а также на молебнах, что народ делает. Особенно хорошо показано на тройческих трех молитвах. Когда начинают читать молитвы, то православные христиане становятся на колени, руки кладут на пол, на руки руки в рознь, голову кладут на пол, задницы, как бы сказать, точком, и от начала молитвы и до конца молитвы, читал у нас архиепископ Павел, то они в таком виде от начала до конца находились. Поле сказала, что это моление взято из книги Кабалы. Это моление не православное. То есть она сказала, что говорила, что это моление очень страшное. То есть такой поклон нельзя делать. Да, такой поклон нельзя. Значит, такое моление она сказала к скорому приходу антихриста. вот так по всей России в эту, скажем, на эту троицу в этом году, ну, по всей России так молились в храмах, то на что сказано? Этих людей нельзя предавать земле и нельзя за них молиться. Вы представьте ту страшную картину. она говорила очень коротко, ясно и сказала, девки, вы поймите, вы видите, как я молюсь? И вы так молитесь. Но верите, она прямо сказала, что великое множество будет завезено книг из Франции, из Польши, а сейчас она и говорила, в Санкт-Петербурге будет, что великое и согласно вот этого учения русский народ за 40-50 лет сказал, как духовенство, так и народ не будет знать, как правильно перекреститься. Народ был в таком шоковом состоянии, как, да я и сам прямо сказал, Польша, ты что говоришь-то? Ну, что, отец Иоанн показал сложить три пальчика, эти прижать, смотреть головку на эту, на иконку, ударить себе, вот так, уверял, ударить, как мячиком, такой, раз на лоб, на чрево, на правый рам, на левый рам, крестить две перпендикулярные линии, и сказал, что вот такое наложение очень боится бес, и к этому человеку бес далеко, далеко не подходит к данному человеку, это истинно и правильное было с нами, и прямо вам скажу, что Поля сказала, всем бедам беда это духовенство, они все извратили учения апостолов, апостолов и она так, я не могу вам сказать, но как вы там поступите в эту, в эту, то сказал, что Поля я слышал, что на Соловках 33 тысячи и в других местах так, что так зверски мучили священников, что вот ну бункер, ну дом в потолке пробили, и что лифтами или такой припомнил сети опускали священников в эту бункер, а там было великое множество крыс, что вот эти крысы поедали священников, на что она сказал, отец Савин, она сказала так, что они достойны жестоких мучений и адских мук, пусть они на себя не пеняют, они совершенно не работали на Господа, они совершенно плохо чтили, Божья Мать, а также был разговор, который я, они ну вот, надзиратели, я, у нас был надзиратель в охране, и он мне рассказывал, что они творили с монашками, и мною ей был задан вопрос, Поля, как мне их поминать, святые или так, ну, пострадали за Бога, то они сказали, они не чтили Бога, как невесты, они не чтили Божьей Матери, свекровь, они не родив жили в монастылях, и так вели себе холодно-холоднокровно, а за это они понесли кару, как их и сказали, они достойны жестоких мучений и адских мук, вот, что я вам говорю, отец царь, от таких слов я порой ошеломлю, я не мог себе как представить, ну, пойдем, может, еще на могилке, чем-то, продолжим, да, теперь, вот, значит, вот, видите, что говорили, что так, я вам скажу, но у меня там в одном месте вы будете читать поклоны, там все записано, самое главное, это вот о последних временах, о печати антихриста, это самое главное, самое главное, что не велел прилибо, липу, липу, брать, липу, патюшка, 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 еще раз, вот, пожалуйста, вот эту мысль выясните о том, что все духовенство практически отступит, и все паства пойдет вслед за духовенством, еще раз, вот эту мысль, давайте, значит, одно, что поле было сказано, и мне самому сказано, что православные христиане, когда я услышал по радио, что каждый христианин должен иметь духовного отца, то тут я сразу вспомнил поле, поле мне, и тут женщина многим говорила, что вы имеете голову на плечах, поэтому я обращаюсь к православным христианам, говорю, приказываю и наказываю, как она мне самому сказала, на 10 верст от духовенства, вот что сказала, на 10 верст, но православные христиане, вы поймите правильно, я вас предупреждаю, вы должны понять, что кто плохо крестится в церкви из священников, то она прямо сказала, что вы не подходите даже и под благословение, что на крестные знамения, это есть грех 19-м мытарством, о котором страшно подумать и страшно представить, как они думают, как они все, значит, она очень их ругала, что они предали царя, царя предали, царя предали, предали Бога, предали православную веру, предали православный народ, поэтому, а дальше что будет, а дальше что будет, значит, вскоре, теперь в времени должна быть другая вера, или христиане-адвентисты седьмого дня, или какая-то другая вера, что все веры должны объединиться в одну веру, веры, которая будет сатанинская, и она трижды повторила, сатанинская, сатанинская, сатанинская вера, поэтому православным христианам вы должны хорошо к этому подойти, со всей строгостью и осторожностью, что в духовенстве великое множество священников, которые, как только будет объявлена другая вера, то, нас раз сказал, не 50%, а половин духовенства перейдет в другую веру, и за собой поведет народ, то есть, они опытные, неграмотные, а ты хорошо привлеплены к духовенству, ну, и я, и я и слышу, и так говорят, что верить им, ну, плохое отношение, я не пойму, почему, какая вера в духовенство, как они там, что они, основная масса, вся отрекется от Иисуса Христа, от Божьей Матери отрекутся, от угодничков Божьей, и примут другую веру, которая будет не, как бы, добровольной, а насильственной. А она говорила, что все это будет делаться лукаво, не будет прямо тебе представлено, вот тебе вот, либо это... Она это будет верить, она это как сказала, все это будет очень и тихо, умно, скрыто, хитро, лукаво, хитро, лукаво, вот это все, настолько с таким понятием, что, видите, как она говорила, колхозы строились. А вот она благословляла в колхозы? Вот, прямо скажу, мама, у мамы было много детей, она, мама пришла к Поле и сказала, Поле, что мне делать, вот загоняйте в колхозы? Да, она помолилась и сказала, Дуня, батюшка, отец Серафим, тебе советует войти в колхоз. В колхоз. Тебе путей спасения не будет. Не будет. Но будут впереди еще хуже, тогда перпись была, то, скажем, она сказала, ты глупость не пари, в колхоз войди, у двое, у трое молитву за грех, там грех в колхоз, скажи, грех, сказал, хорошо, матерь, удвой, утрой молитву. Матерь большая была семья, как бы она не устала, отец Сави, а никогда я не видел так, чтобы легла, не помолилась. Она знала за это грех, знала вот это все, и к этому подходила очень трудно. в 1939 году была перпись, и на перпись мама спросила у Поли, она сказала, запиши, как есть, что ты верующая, что ты христианин, что там об иконах был, и мать ни на что не пошла. Поэтому я обращаюсь к православным христианам, вы будьте подобны моей маме, которая стойко стояла, Господь ей во всем помогал, находились ей хорошие люди, я вам прям скажу, один из начальников милиции потерял чемодан денег, этот портфель денег, и мама этот портфель денег нашла и отдала ему, и верите, и вот этот начальник милиции маму спасал от всех потрясений, то есть, а заверт, знаешь, как в траву-то было, не дадут город пахать, другой, и вот начальник милиции маме, что мама подписала, что она верующая, все вот это вот, да, и, верите, начальник милиции ей помогал, спасал, верите, вот такой был Божий промоцел, поэтому, еще что вам сказать, твердо стоять в вере, для этого я вам подскажу, кому нужно молиться, об этом говорила Поля, Поля, кому? Владимирской иконе Божьей Матери, значит, ей нужно читать тропарь, и всем им нужно, Гребнинской иконе Божьей Матери, тропарь, которой я искал 18 лет, но Господь несподобен на это, теперь, Иоанн Крестителю, чтобы вы имели истинный разум, разум, теперь, апостолу Павлу, апостолу Павлу, чтобы вы не лукавили, да, апостолу Павлу, всем отрокам Ефесских, Ефесских, чтобы вы не дожили до страшных дней, что она наказывала соседки Ирине Ивановной, чтобы она по 12 раз читала Царю Небесным и 12 раз читал тропарь Сенотолком Ефесских, чтобы вот это все, и так, Ирина Ивановна умерла, поэтому я обращаюсь к вам, теперь мы должны особо обратить внимание, что день опять дня православным христианам будет хуже, но будет маленькая частичка там, как говорят, о царе, царь должен воскреснуть, ну, этот, будет, Анат Поле говорил, что царь будет хороший, умнейший, самый будет избран Богом, велел мне записать на притолки, когда его восстановят, то есть станет на престол, и когда он его убьют, если покушать, будем, то есть последний царь будет мучеником, да, мученик, да, опять сказал, два года десять месяцев, это будет дано, она сказала, русскому православному народу для покаяния, вот что сказала, вот это вот, поэтому царь при любых условиях должен быть, а там будут большие эти, затем произойдет снова кровопролитие, и, как говорят, да почти до единых христианин или будут уничтожены, или будет потом война, война, если война будет, то она сказала, если народ отойдет от Бога и погрязнет в грехах, то будет война, и так я многим священникам говорил и говорю, кому молиться об этих, об этом, она сказал, молиться об этом, освятитель Николаю, теперь святителю в арсенофе Казанскому, ну и всем святым угодникам, чтобы у нас не было войны, если будет война, то нам вскоре и тут же будет мировой царь, сразу сказала, соберутся вещами быстро, кто зато, поднимите руки за единого царя, за единого правителя, это будет правитель, сам антихрист, который захватит всех. А вот о властях что она говорила? на властях, на властях, вот я вам прямо скажу, ну, вот он подкиненный, был страшный, такой, ну, зачем священник его предает земле? Он должен вам руки сложить, ну, он, скажем, должен властям показать, я с ним беседу, он должен показать, что? Он веровал в Бога, а зачем вы меня просите, чтобы я ее предавал земле? ведь всем бедам беда духовенства? Вы можете представить, как вы можете хоронить, вы можете осуществлять, скажем, кто-то, ну, колхозы строил, кто-то перешел на сторону льян, как вы можете эту данную человека, данную игру положить с моей бабушкой? Это замечательно, что он говорил, это ужас, это страсть, хранить, хранить закрабить, не такой грех-то. А вот в отношении того, что много духовенцев сотрудничало с КГБ, вот они как не... Все, это пропали, это пропали, это есть только... А вот она не говорила так, что достаточно только одну роспись поставить за сотрудничество, сразу благодать отходит? Я с тобой согласен, без бога. А говорила она? Не то, что... Мне, например, предлагали в одном месте одну подпись поставить, но я не стал. Она сказала, хорошо, это все равно измена Богу. Ну, верите, номер одно, скажем, ваучер другое, номер, одно, скажем. Но это не тот еще грех, какой сейчас впереди грех будет. Это грех, опять, ты возьмешь паспорт, а там еще выкинут. А потом, ведь самое главное, она что сказала? Сказала, давайте еще запишем. Последний для православных христиан будет что? Примите вы электронные паспорта, примите вы все. Но от Антихриста будет нужно самое главное, это положить печать Антихрист 660 на руку, чтобы вы никогда не перекрестились, и положить на голову. Значит, когда вы придете в храм, придете вы, какая будет постановка? Когда вы придете в магазин, в магазин выбросят столько продукции, только отца с матерью не будет. Отца с матерью. Дальше она говорила, что вот тут будут лежать корзинки, что человек должен непосредственно правой рукой до чего докоснуться. И так, как сейчас, вот поруч там, а только ничем, только рукой. дотронетесь до этого, то вы проходите этот, ну, как бы, открывается дверь перед вами, и вы тогда в свою сумку, что хочешь, что только говорить, ну, сейчас, все приготовят, приготовят, икры сколько хочешь, колбасы любой сколько хочешь, всего сколько хочешь, только бери сумку. Очень в это время, сказал, будет страшно верующим народу. Все будут идти с сумками, с колбасой, с рыбой, со всем, со всем, и будут очень смеяться над верующим народом. О, глупый ты, вы видите сумку-то? Пейте, ешьте, пейте, ешьте, значит, как сказать, всем Господь будет прощать, нам простить, и вам простить, но будете один одного подстрекать, и в это время на народ будет очень жажда в пище действовать, враги будут действовать, чтобы у него особая жажда была в еде, вот в это, в это, жажда в еде. И вот тут-то, но уже непосредственно будете управлять рукам. Вам нужен буханк хлеба, вы раз, все, вошли. Рука, рука. Все эти будут, эти все будут грех, но не такой грех, а грех будет основной и последний грех. это наруком. Я как понял ее выражение, что она сказала, наруком начало, если тебе бросить в доме, не дом, а вот, где металл плавит, то я понял одно, что последний будет, и этот паспорт заменить еще на паспорт Мордового, но самое главное, наруком, вот как я понял, наруком начало. Рукой раз, проходи, а наруке не будь, и паспорт не пройдет. Ну, увидим по ходу дела. Петр, значит, если вот Христа предал духовенца, значит, и последние времена духовенца также предаст народ и приведет к Антихристу, да? да, да. А вот она выражала такую мысль, что почти, что все духовенство и вся Россия примет печать Антихриста? Да, там уже написано, да, так и говорил. Почти все, почти все, почти все, русский народ почти весь примет печать Антихриста. Ему создадут такие условия, а он не подготовленный, и вы не можете держать и держать, и какая у них будет жажда к еде. Враг все суток. То есть, когда примут печать, они будут... О, нет, до печати. А еще до печати. До печати. Тогда это уже до печати, чтобы сломить эту всю вот эту преграду, чтобы вот эту вот стену свалить, чтобы вот до печати, чтобы они, ну, видите, чтобы у них как взглянул на хлеб, отчего она говорила, на 15 годовых этих пятниц молиться, этих годовых праздников молиться, как бы он побольше горит, чтобы не вкушать. выниму. Как вы взглянули на все, сразу глядь, сама тут продадите. Во, какая бы жажда. Вот как сойдет, все селится, вот это страшно, вот так, ну, как это такое, ну, взять, ну, возьми водичек попить, ну, я вам скажу, ну, день потерпеть можно, да и два, ну, немножко поел, а велял липы листок, ног не ложить, липы листок будет спасать. Он благодатный, будет от него, как бы сказать, убытка не будет. А вот матушка не говорила, вот воды не будет, где же воду брать? Вода будет, она сказала, Бог воды, воды не будет. Когда положит народ печать Антихриста, тогда Антихрист лишит все человечество мира смерти, тогда Господь скажет Илье, пророк, Енуху, что весь народ перешел на сторону сатаны, закройте водные источники мира, и три с половиной года до второго пришелья не будет воды. Вода будет, но вода будет другого характера. Значит, вода, как я понял от нее, будет приносить страшные мучения для человека. Если он, у нее пять единиц, он так мучается, когда не пьет воду, то если он выпьет воды, то у нее мучения уже будет в 25 раз больше. и вот он будет смотреть на воду, а пить не будет. Он от ней будет создать. А вот как нам верным, кто не взял это, как Господь будет давать воду? Я вам скажу, будет, но опять, кому? Надо, надо, что сделать? На Пасху, на верную, осветить вербочку. Опять она говорила, вербочка осветить. И эту вербочку посадить в таком месте, в таком глухомании. И из-за вербочки будет вода. Сколько тебе нужно? Ты поняла? Поняла? Вербочку, только освещенную. И эта вербочка будет благодать, будет вода. Ну, вот, отец Серафим, мы, пока женщина одна меня, поедем со мной, я приехал в Арзамас, я повожу тебя святым местам. И когда на камне мы там камень был, я Аня, скажи мне, вот он тут молился, давай искать, у меня тут должен рядом источник. А ну, тут и есть источник. Да вы не были там? Да можете представить, можете это отключить, я бы так рассказал, и ладно. То вот, вот такой вот, ну, в двое три горшив, лунка такая, двойлунка, и в ней, в этой лунке вода. Ну, вы можете представить, там растет береза, береза, и вот от березы отходит черенок, и от той сразу сходит три таких круглых еще, отростка. я вам скажу, вот будете искать все поменьше и не найдете. Так Господь устроил, я в диво, да, я часто вспоминаю вот этот источник отца Серафима, и мы из этого источника пили, но он земл, вот как его прикрытым, как, знаешь, а водичка будет, ну, и так, надо быть, умный, хороший, честно скажу, я подумал себе на дачке, а где на дачке там, по-моему, старой, а так вот, где-то найти, вот скажем, вам, другому, посовет, где-то найти такое место умное, вот, с неба, ангел скажет, куда, и это, посадить эту веточку, и эта веточка так сделает, чтобы этот родничок никто не нашел, я сниму, можно пить водичку, и ты будешь до второго пришествия живым быть и существовать, то есть, своих Господь прокормит, прокормит, она только сказала, вы не потрили с калибрых сидите, и будете сыт, пересыт, но правильнички велела, гореть, помочь Богородицу читать, отче читать, все такое, велела, велела, а так, она мне прямо сказала, ты никогда не думай, честно скажу, я голодочек даюсь, ну и вот, ну и так все, я с ней беседовал, она мне говорит, ты молись, как я тебе учу, ты никогда не думай, чтобы о каком тебе хлебе, да тебя Господь сам из рукава накормит, только молись, чтобы забыть, она мне прямо строго предупредила, Боже, поси еще напомните, мне о хлебе, мой ад, она не говорила, так что ж маловерный, да не говорила, но она сказала, больше не напоминай, что только одно, все будет, и готовь вот это, готовь, но она сказала, так людям не дается, вот это, это опять, богоизбранный народ, и чтобы войти в вечную славу, вот мы с тобой хорошо познакомимся, мы часто служим молебном, молебном, и я тебе везде буду записывать, записывать. Спасибо, Господь. Да, сразу записывать, туда, раз, такие-такие, такие, там у нас есть целый перечень, я тебе покажу, перечень, а, сразу, архимонах, иеромонах, иеродиакон, иеродиакон, да, иеродиакон, а, я запишу, чтобы забыть, иеродиакон, И вот она сказала, кому служить маме. Сейчас пока все хорошо, а будем служить народу.